Идущий на Ликвид приветствует тебя! Привет, друзья! Рад вас всех видеть! Ссылочки на каналы, телеграм-канал, где все выходит быстрее в описании. Лайки, подписочки прямо сейчас. И давайте рассмотрим, что у нас по биткоингу и кибервалютам. О, кстати, это эфир, который я выкладывал в выпуске от 4 октября. И вот это вот. Прикол, да? Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас, согласно нашим планам, произошло. В выпуске 31 октября, который набрал 366 аж просмотров, я предположил вот такой вот запил. Да? Вспоминаем. И, в принципе, данный запил, где были разводки всех мастей, типа голова и плечи, вот здесь встали в шорт, даже, кстати, видно, и хотели отъехать вниз, их отвезли вверх. Даже, вон, видно, как пацанчики встают в шорт. Далее. Уже начинается более глобальный... Так, нет, более глобальный развод по головам и плечи, головы и плечи, разворотные фигуры. Здесь вот начинают заходить, снова хотят вниз ехать, их отвозят вверх. Тут они уже, скорее всего, отходят от монитора, от кассового аппарата, от казино. И здесь уже реально дорисовывается правое плечо, их везут вниз. Тут они понимают, что, ладно, пропустили, но норма отработки, там, да, еще какую-то головы и плечи можно дорисовать. Встаем опять... Короче, их опять отвозят, снова и снова, да, пилят в обе стороны. И уже потом какой-никакой выход. И, в принципе, ну, можно сказать, где тут выпуск. Ну, примерно такой он и случился. То есть, ну, почти один в один. Че дальше? Че дальше? Тут, кстати, даже зашортили пареньки. Класс. Плюс на часовике это отображается. Значит, ну, жирные парнишки. Че дальше? Ну, вот такой фрактальчик с 36 тысяч. Вот, в принципе, мы по нему идем. Единственная разница, то есть, это вот, вот это вот Биба. Это тогда была Биба просто над Витилом Маской. Я думаю, что, ну, я в чат, когда скинул, сказали, ну, вот это, скорее всего, это Биба и есть. И нас, ну, могут охладить. Ну, да, могут, но я думаю, что мы, как бы, уже прошли этот этап. Я думаю, что, как раз-таки, вот это вот Биба должна быть здесь. Тут рост охладили. Тут, видите, сами, ну, как бы, шортилоиды, где тут залетели, только что я смотрел. Вот, шортилоиды. За их счет мы едем вверх. Поэтому, ну, очевидно, что тут просто... И, кстати, и по чатам, многие чаты уже подключились. Вот, надо шорт, типа, от верхней границы канала. Не знаю, что ими движет. Вот, но, как бы, я думаю, что мы примерно где-то в части вот в этой, да. Плюс заседание ФРС какое-то сейчас, Руслан Чать написал, выходит о том, что... Ну, опять же, заседание ФРС, типа, там должны опустить, то есть поднять ставки, опустить политику, ну, вот это вот смягчение и так далее. Но, но мы-то вспоминаем, что у нас институционалы, о которых я писал в начале недели, стоят в 1800... То есть, нет, 1500 лонгов и 1300 шортов. Так, а где у меня... Где я писал-то про институционалов? Где-то, короче, здесь, наверное... Ну, ладно, неважно, короче, 1500 против 500. То есть, возможно, у них есть какая-то инсайдерская информация. Возможно, они хеджируются другими, там, опционами, путами, колами. Ну, сейчас сначала... А, вот, 800 против 300 было, а сейчас... Ну, короче, поверьте мне на слово, 1500 против... Короче, тройной перевес, неважно. Тройной перевес институционалов. Это означает, что, возможно, у них какая-то инсайдерская информация о том, что, ну, как бы, что-то будет с политикой денежного смягчения, либо ее опять перестанут трогать, либо там новое вливание расскажут, либо, ну, не знаю, короче. Скорее всего, они в курсе какого-то инсайдерства, и поэтому в таких жирных позициях стоят. Поэтому я не ссу, не боюсь, как бы, все нормально. Скорее всего, мы где-то здесь. Плюс, что за это говорит, вот обычно перед такими бибами люди залетают в альты, а сейчас реально люди залетают в альты, если вот по фандингу посмотреть. Ну, 580, конечно, на битке тоже больно жирно, хотя бы распило, но вот, ну, на этом... Где тут? Только что... Ну, вот на этом движении, например, 36 тысяч. Я помню, что тут тоже был зверский фандинг, даже можно сейчас подключить, посмотреть. BitMEX Fundos. То есть, вот мы смотрим, в принципе, 0.12. Аж был фандинг вот на этом росте. И доходил аж до 0.4 на пампе. Да? Ну, это потому, что, скорее всего, шарты закрывались, и оставались только лонговые позиции. Вот. А сейчас 0.5 на Binance. Жалко, конечно, тут BitMEX еще не показывает. А, нет, показывает 0.4. Ну, вот, смотрите, 0.4. А тут мы росли при 0.16. Полторы десятых. Короче, ну, то есть у нас преимущество даже сейчас. То есть мы можем еще в три раза фандос увеличить, если захотим. Бычка все стерпит, бычка все прощает. Так что не ссать. Вот. Что еще интересного? А, многие позапрыгивали в альткоины. И тут на некоторых альткоинах, вчера сейчас, не знаю, есть, нету, рисовались вообще, то есть такие 0.15. Сейчас уже нету, сейчас за ночь охладили. Но все равно альткоины, как бы, все позапрыгивали. И вот на таких бибах, когда биткоин растет, ну, альты либо стоят, либо кровоточат, да, либо стоят на месте. А вот на этом дампе уже они, как бы, дампятся вместе с битком и только после этого начинают рост. Поэтому вот такие вот мысли. BNB дал тейк. Ну, я вчера тут чуть-чуть, три пунктика не хватило. Часть затейкал, часть держу, в принципе, до 620. Да он и на косарь пойдет, это 100%, как бы, к бабке не ходи. Его цель в этом цикле косарь выше. Плюс там сжигание, плюс на фандинге постоянно, где тут, ну, его шортят. Я не знаю, что там Сиза делает у себя с бинкой, но BNB постоянно шортят. И я не понимаю, почему. Ну, то есть это, ну, очевиднейшие иксы. В BNB. Да даже с текущих, если он на косарь пойдет, это X2. Хотя, ну, вот с текущих я бы не брал. То есть у меня вот, ну, лежит сделка там с 400 баксов. Я ее держу. И, ну, здесь стейкну и на косарь что-то отправлю. Вот. Поэтому BNB поздравляю всех, кто держал. Я ее на канале выкладывал и у себя в трейдинг-вью. То есть вот это как оно было. Вот оно, то есть как стало зашибись. То есть по коину то же самое. То есть я сейчас посмотрел. Но это не идеально. Вот. Ну, то есть моя сделка, которую я выложил по коину. Ну, это просто блеск. Она, ну, все. Это супер. 336, ну, сколько там, считайте, с 230. Ну, короче. И многие альткоины уже дали как бы тейки. Инч, ну, тейкнул. Ну, какую-то часть оставил. CRV, тейкнул. Ну, то есть альткоин сезон и вообще биткоин сезон, вообще крипто сезон, он как бы есть. И, ну, нормальные такие иксы, ловятся и нормальные такие сделки. То есть все пучком. А у нас, короче, что еще интересного рассказать. Альткоин вот неплохой я нашел. Вет взял вчера чуть-чуть на разгонный депозит. Потому что спотовый и так как бы под ноль завязан. Почему он мне понравился? Потому что, ну, сама по себе, конечно, структура очень красивая. Вот. Так, далее. Вот. И далее. Вот. То есть альткоин очень красиво ходит. Каждая его полочка, ну, тестируется и уходит выше. Так, и вот еще. Вот это вот. Красиво. Ну, то есть очень бомбически. Ну, выглядит. Но единственное, единственное, если рынок прольется, например, там ФРС, не ФРС. Как и недавно, многие альткоины сделали вот такую вот штуку. Где тут? Вот. Альткоины шли, шли, шли. И потом раз, дампнулись. Проторговали что-то и сейчас только выходит. Поэтому опасно. Но просто здесь риск-прибыль, ну, как бы, крутецкий. То есть фиксированный профиль. Бац, бац, бац. Вот. И, ну, вот, так, ну, как бы. Я взял, держу. Немножко взял. Там меньше 2%. Нет, по-моему, 4% разгонного депозита. Если нет, 3% разгонного депозита. Вот. Все. Держу. Вот. Остальные альткоины держу. ААВА держу. А, ну, он тоже в точке входа. Ну, вот, видите, он... Ну, в принципе, он... Да нормально смотрится. Только, наверное, аппетита придется убавить. Где-то вот здесь затейкать. Конечно, можно его и на АТХ отправить. Ну, да. Так, что еще интересно? GRT тоже, ну, ходит в точке входа. Скорее всего. Структуры тоже очень красивые. Первый тейк 1.6. А это почти... Ну, не экзастику, еще поменьше. Вот. И может что-то на АТХ отправиться. Вот. Что еще? Супер. Что, выход, что ли, дал? Точно дает выход, наконец-таки. Кто давно спрашивал, потому что, помню, спрашивали, наверное, месяца 3 назад. Ну, как бы, вот выход. Все, по фрактальчику, как говорится. Тейк на 2.4. Вот. А, XRP мне вчера спросили рассмотреть. В принципе, ну, показывал несколько раз. То есть, структуры одинаковые. Плюс, что мне очень нравится, это вот эти моменты. То есть, дамп, 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 выход. Тут также, после роста, дамп, 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 ну, можно сказать, дамп, выход. Не знаю. Структура, мне кажется, великолепной, повторяющейся. И что бы и нет. Тем более, мне, ну, всегда нравился, как Ripple против рынка любит ходить. Вот. Что еще рассмотреть? Что еще рассмотреть? О, суша. Суша тоже какой-то никакой, похоже, демонстрирует выход. Поэтому ждем. То есть, тут тоже структура. Потестировано. Ушла выше. Потестировано. Ушла выше. Тут тоже запил. Потестирован. Ушел выше. Если будет так же, ну, как бы, восходящее движение, это вообще суперский альт. Ну, как бы, держу. Все знают, там, я с десятки держу. Ну, даже не по 11 я заходил, а чуть ниже у меня средний. Там 1,8. Ой, 10,8, по-моему. Вот. Поэтому, ну, тут, наверное, я переборщил с АТХ, конечно, на то, что держать. Но, например, додержать до 19 вполне реально. То есть, это тоже неплохой вариант. Ну, естественно, оставлю на АТХ. Как ни крути. Что еще интересного? Линк как бы идет. Изменил я точку зрения насчет тейка. Скорее всего, я его не по 40 буду забирать. Ну, частично на 40 заберу. А, скорее всего, по 47, да, где-то даже 46, где-то вот так вот я буду забирать тейк. Вот, по линку. Не то, чтобы жадность, просто я посмотрел по профилям объема. Ну, как бы, единственная адекватная точка, и я думаю, что здесь. Тем более, она выглядит такая, типа, как не отстрельная BNB. Восходящие структуры. Тоже, скорее всего, такие тесты, которые я вам показывал сейчас. Ну, короче, все хорошо. У него линк чувствует себя комфортно. ICP, который я держу только на споте, я его на марже закрыл, потому что мне не нравился этот перелой, который, в принципе, может, ну, действительно, отодвинуть движение. Поэтому я его продолжаю держать только на споте. Вот. Что еще? Какие интересные альткоины. CERV, в принципе, дало все, как бы, держу остаточки до 6 и выше. В принципе, ну, в теории, то, в теории, ну, мы и на 8 можем встретить CRV. Поэтому, что бы, это X2 с текущим. Возможно, но не факт, потому что, ну, сами понимаете, если все пойдет не так, то смысл. Комп, наконец-то, компектор тоже демонстрирует. Непонятно, опять, выход или ложный выход. Ну, держу. Тут, как бы, все по-старому. Первое. Тейк. Ну, можно сделать на 599, потому что вот на Aave, например, видите, как это, ну, вот здесь вот можно было поставить тейк, а я не поставил. И можно уже было забрать существенную часть прибыли. И подавили движение. Поэтому, если там кто-то комп держит, надо не жадничать, промежуточный тейк бы сделать. Потому что могут так же, ну, то есть, что-то, какой-то памп будет, не дай бог подавят. Вот. А в целом, как бы, реальная цена для компа там 1200, да, с текущих. Да. Ну, не факт. Ну, как бы, эфировская лудилка и фундамент там неплохой и так далее. Чего бы нет, и на 1200 может такое сделать. Ну, короче, я взял, жду выхода, покой, ну, чё интересного, держу остатки. Ну, тут прогнозировать сложно, конечно. Но если там со старта продаж брать и, ну, пойдёт на АТХ, то, как бы, первая цель там 400-500, не знаю, тут уже чисто гадать. Чё ещё интересно, кейк выглядит устало, выглядит плохо, а значит, надо брать. Ну, так как я уже полностью, ну, хорошая, так скажем, у меня добротная часть в кейках, жду как минимум по 35, может, даже и по, когда там выше, по 0,20, по 62, но это уже, как бы, большую часть я разгружу к этому моменту. Вот, поэтому, ну, как бы, интересно всё выглядит. Алга. Ну, вот, по Алга, кстати, у Алга такой восходящий, вот если Атом, да и у Атома тоже неплохо, в перилое крайнюю, ну, всё нормально. Короче, ну, как обычно скажу, фандинг перегрет, это, ну, как бы, плохо, с одной стороны, с другой стороны. Всего лишь 0,5 по сравнению там с бычкой, которая была у нас даже при, там, 0,15, 0,16, и там даже в моменте доходил на 0,4, это норма, поэтому ничего плохого в том, что мы пойдём, такими мощными, брутальными движениями вверх нету, скорее всего, там, ФРС ещё нам в этом поможет, да. Не забывайте фиксировать прибыль, всё-таки, смотрите, много какие Альткоины уже дали, тейки, ну, то есть, не забывайте обязательно фиксировать, потому что, ну, рано или поздно всё пойдёт не по плану, всегда рынок идёт, ну, не по плану, вы можете там только прогнозировать, и, как бы, вот, ну, как мы вот делаем, плюс-минус, вот, а так, первая цель, ну, вот, смотрите, где эти жиртресты, можно даже, ну, там, по битме посмотреть, что там на битме интересного, к себе те, о, кстати, шортят бибу, смотрите, шортят макушку, чуваки, ну, вот, также, смотрите, на кексе 70, на битмексе 70, ликвидность образовалась, на бинанс фьючерс, бинанс фьючерс, где они, бинанс фьючерс, ну, тут ничего, тут борьба, ну, смотрите, шортов больше, где у них, интересно, крайние ликвиды, неужели 70, ой-ой-ой, ой-ой-ой-очки, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, в общем, вы сами всё видите, ещё Bitfinex надо посмотреть, угадайте где их ликвиды неужели блять на 70 до 70 тысяч долларов у них ликвид да ладно и такие жирные сочные так и хочется вломить смотрите реально 70 ну все приедут полиция ланга и даст пизды просто всем короче вы сами все видите тут не нуждается ничего представление как бы все очевидно да прибудет с вами прибыль подписывайтесь на канал много всего интересного всяких приколюх выкладываем как бы это я уже выкладывал заранее поэтому те кто подписан на канал владеет из а инсайдерской информации да прибудет с вами прибыль до новых встреч пока